На сегодняшнем уроке мы начнем изучение новой песни группы Чай-Ф, которая называется «Никто не услышит». Изучим вариацию боя номер 2 и продолжим более углублённое изучение грифа на примере октав ноты фа. Сегодня мы начнем разбор песни группы Чай-Ф, которая называется «Никто не услышит», также она называется еще «Ой-Йо». Мне будут вот такие аккорды «До-мажор», «Соль-мажор», «Ля-минор» и «Фа-мажор». И мы будем все это играть боем номер 2. Слушаем песню. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-я, 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 запил сосед. Бой номер 2, который мы разбирали до этого, звучал у нас вот так. И разница между этим боем номер 2 и боем, который мы будем разбирать сегодня, заключается в ударе, который мы заменим. Удар, который был у нас с приглушкой, который нарисован у нас с крестиком, стрелочка с крестиком, у нас заменится на удар, который мы назовем «Ка». «Ка» – это удар будет кистью. И удар этот кистью позволит сделать следующее. Мы ударяем вот этими двумя пальцами по струнам. И чтобы у нас был этот удар сильный, мы это сделаем от взмаха. И большой палец у нас ляжет на шестую сторону вот так. Если два пальца, они выпрямляются. И останавливаются на большом пальце. Разница в том, что когда мы играем приглушку, музыка начинает звучать более отрывисто. То есть это подойдет для песен каких-то более утверждающих. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно. И мне кидайте свои пальчики. Да. То есть получается, что у нас этот бой подойдет для песен, которые будут звучать более ритмично или более как-то, будем так говорить, более жизнеутверждающие. То есть песни, в которых будет присутствовать новый удар, который мы назовем «Ударка». Вот такой. В таких песнях будет уже появляться больше размышления. За счет того, что у нас не будет такой чеканки от приглушки. И разница, еще раз повторюсь, будет в том, что у нас будет по-другому звучать сама песня. То есть песня будет звучать более, так сказать, романтично, что ли. От старых друзей Весточки нет, грустно. А на душе от свежих отец пусто. Правда, он был армейский дружок уехал. В этой песне будет у нас два аккорда. В такте фа-мажор и соль-мажор. Чтобы сыграть два аккорда в такте, мы разделим их вот так. Вот бой номер два, который мы разбирали до этого. Вот здесь он делится пополам. Вот этот удар у нас будет переходной. И вот эти удары, которые были с крестиками, у нас станут ударами, которые мы обозначим как удар К. И мы запишем это вот так. Б это большой палец, который двигается у нас рядом. У это указательный палец, который двигается наверх. А К это удар кистью. Здесь у нас будет пауза. А вот тут он разделится пополам. То есть в этом бою у нас два удара К. Раз и два. Так, теперь давайте посмотрим, где у нас играется два аккорда в такте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот сейчас. Раз, два, три, четыре. Давайте еще разочек это место помедленнее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Звучать будет вот так. Нот на эту песню я не нашел. И поэтому я предлагаю вам изучить так, как она записана у меня. Такт до мажора, такт соль мажора, ля минор, фа мажор. Потом повторяется до мажор, соль мажор, ля минор и два аккорда в такте. Фа мажор и соль мажор. Такая структура у нас будет на протяжении всего куплета. В припеве у нас будет фа мажор и соль мажор в одном такте. Друг за другом повторяется эта структура. Вот такой вариант нам предлагает интернет. Можно сразу заметить разницу в том, что здесь у нас неправильно стоят аккорды. То есть вот этот аккорд должен стоять перед тем, как поется А на душе. Он стоит над слогом А здесь. То есть вот так оно быть просто не может. И в основном все аккорды, которые написаны на эту песню в интернете, у них ошибка в том, что стоят аккорды не в тех местах. И непонятно, сколько играть эти аккорды. То есть аккорд фа мажор и соль мажор, вот это место, они должны быть два аккорда в такте. На прошлом уроке мы разбирали тему, которая называлась ноты на грифе. Мы разобрали хроматическую гамму и сегодня мы эту тему рассмотрим глубже. Для того, чтобы проанализировать хроматическую гамму и найти, что в ней будет повторяться, для этого мы изучим, что такое октава. Октава это когда у нас повторяется одна и та же нота. У нас была шестая струна, которая называлась ми. И когда мы называли все ноты по порядку, мы пришли на эту ноту ми на двенадцатом году. Вот эта нота ми и вот эта ми отличаются тем, что они находятся в разных октавах. Первая нота ми у нас будет шестая открытая струна. Следующая ми через октаву будет здесь, на четвертой струне на втором году. Следующая нота ми будет вот тут, на второй струне на пятом году. Это следующая октава. Следующая октава от этой ноты будет находиться здесь. Это нота ми, на двенадцатом году на первой струне. И последняя октава будет находиться на двадцать четвертом году. Она находится у нас на эректрой гитаре, на которой есть 24 лада. А на акутической гитаре ее можно сыграть просто вот так. Все ноты, которые существуют, у нас повторятся по два раза на каждой струне. То есть, допустим, у нас есть нота ми. И она у нас на каждой струне прижмется два раза. Нота ми раз, нота ми два. Или возьмем, например, ноту соль. На той же струне вот соль и вот соль. Или, допустим, ноту ля. Вот ля. Это все на шестой струне и вот ля. Получается, что каждая нота может быть повторена по два раза на каждой струне. И отсюда появляется большая путаница в том, как сыграть по нотам что-нибудь. Потому что все, что пишется по нотам, оно только лишь предлагает вариант сыграть ноту. А где вы ее прижмете, непонятно. Либо там, либо там. И для того, чтобы эту тему понимать более угленно, нужно понимать, где у нас находятся все ноты, которые будут повторять друг друга. Для примера возьмем, где у нас будет находиться нота фа. Я вам сейчас расскажу, где это находится, а потом мы посмотрим, где это видно на картинке. Нота фа раз на шестой струне. Нота фа на четвертой струне, следующая октава. И на второй струне последняя нота фа. Это мы взяли пока вот этот участок грифа. И здесь у нас три ноты фа в разных октавах. Но самое интересное, что ноту фа, которую мы берем на четвертой струне, вот эту. Она у нас повторится на пятой струне. Вот здесь она находится. Эти ноты фа будут одинаковы в своем написании. Они находятся в одной и той же октаве. Но играются они в разных участках грифа. И отсюда появляется путаница. Непонятно, где сыграть ноту фа, которая написана в нотах. Но эту тему мы будем разбирать позже. Сейчас нужно просто понимать закономерность нот, которые появляются у нас на грифе. Таким образом, можно пытаться проанализировать гриф. И понять, почему это так. Почему эти ноты находятся в этом участке. И почему они друг друга повторяют. До этого мы разбирали много информации о том, как исправить песню, которая записана неправильно. Как исправить аккорды. И как разобраться, где они должны стоять. По сколько тактов они будут. Где будет два аккорда в такте. Над какими слагами. И так далее. И сегодня у вас будет домашнее задание на эту тему. Я вам сейчас покажу вариант, который нам предлагает интернет. И ваша задача будет к следующему уроку исправить эти аккорды и поставить их в правильных местах. Ответ на это домашнее задание будет в следующем уроке. Слушаем песню. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам туда и сюда. Обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с церебристым крылом, Что взлетая оставляет земле лишь тень. Обычно интернет предлагает разные аккорды. Но я вам нашел вот этот вариант, который нужно исправить. Отдельно я его покажу в конце урока. Этот вариант, в котором нужно будет поставить аккорды в правильных местах. Затем. Видит линия, университет. Сунец.